Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня покажу Вам, как я связала муфточки к тем шапкам, которые уже есть на канале. Кто не видел, ссылки оставлю в описании под видео. Там же будут все материалы и инструменты, которые Вам понадобятся. Когда я вязала эти шапки, мне позвонила сестра и рассказала, что девочки не могут поделить муфту, которую я в прошлом году связала старшей племяннице. Задача была предельно понятна, надо вязать 2 шапки и 2 муфты. И впредь теперь, если что-то дарить, то только в двойном экземпляре и желательно одинаковое, иначе не избежать дележки. Так что муфты были связаны в двойном экземпляре. Смотрим, как они вяжутся. На спице номер 5 набираем 45 петель плюс 1 для замыкания петель в круг. Пряжу беру в две нити. Это та же пряжа, с которой были связаны шапки Alize Baby Wool. И ссылку на эту пряжу Вы также найдете в описании. Продвигаем набранные петли к краю спиц. Смотрим, чтобы петли на спицах не перекручивались. Делаем соединение. Первую набранную петлю протягиваем через последнюю и затягиваем хвостики нитей. Теперь распределяем петли примерно поровну на две спицы. Делаем в двух местах петли из лески и вяжем по методу Magic Loop. Из двух зеленых нитей вяжем 15 рядов лицевой гладью. То есть здесь все понятно, вяжем каждую петлю лицевой. Я рекомендую Вам освоить метод магической петли, и тогда Вы сможете вязать на спицах с леской даже самые маленькие детали круговым вязанием. И не надо будет применять носочные спицы. Итак, провязали 15 рядов, теперь меняем одну зеленую нить на розовую. Можете соединить нити тем же способом, который я Вам рекомендовала при вязании шапки. Я здесь для быстроты свяжу кончики в узелок и этот узелок у меня останется внутри муфты. Там будет еще один слой и узелок спрячется между слоями. Обычно я такие узлы не завязываю, а стараюсь сделать все аккуратно. Дальше вяжем двумя цветами еще 15 рядов. Меняем вторую зеленую нить на розовую и провяжем еще 15 рядов двумя нитями розового цвета. Вот такой градиент у меня получился. К муфточке я добавила лямку из жгута, который вяжется спицами. Такой урок есть на канале, останавливаться здесь подробно не буду. Ссылка есть под видео. А сейчас мы из пряжи Ализе Пуффи Фур сделаем внутренний слой муфты. Отсчитываем на нити 11 петель и вяжем полотно из этой пряжи. Тут, надеюсь, все понятно, петли продеваются одна в другую руками, не надо ни спиц, ни крючка. Главное постоянно пересчитывайте петли, а то они такие пушистые, что их легко можно потерять. Когда провяжете 12 рядов, надо закрыть петли. Начинаем с противоположной от нити стороны. Продеваем петли по очереди одна в другую. Когда останется одна петля, обрезаем нить, можно распустить одну петельку и этим хвостиком закрываем последнюю петлю. Теперь складываем полотно пополам и сшиваем края, чтобы получилась вот такая труба. Можно вставить в иголку те нитки, которыми мы вязали и сшить ими. Среди этих лохматых петель все равно ничего не будет видно. Вставляем пушистую подкладку в нашу муфточку. Немного подгибаем края наружу, чтобы белые перышки были видны и пришиваем их. С того края, где зеленое полотно, я использую зеленые нитки, чтобы пришить подкладку, а со стороны розового полотна я использовала розовые нитки. Здесь уже все пришито и, как Вы видите, нитки тут совершенно не видны. И давайте покажу, как я пришивала подкладку. Расправляем край вязаного полотна, отгибаем сверху пушистый край и стежками через край пришиваем этот белый отворот. Старайтесь примерно на одном расстоянии заводить иголку и сильно не затягивайте нить. И тогда у Вас получится все аккуратно, и муфточки будут радовать Вас и Ваших принцесс. А у меня на этом все. Надеюсь, Вы не забыли поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Если возникнут вопросы, пишите их в комментариях. Вяжите с удовольствием. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.